И в студию музея сегодня вам о баскетболе и о том, что вообще вокруг него происходит, будем рассказывать Евгений Седых и президент профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Владимирович Ватутин. Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Ну, не хуже меня знает, что команда продолжает тренироваться. Мы очень хотим, чтобы сезон возобновился. Это общее желание, я думаю, всех клубов, общее желание игроков, тренеров, болельщиков. Очень хотелось бы, чтобы в этом сезоне мы еще увидели баскетбол. Но при этом надо понимать, что здоровье намного важнее. Под контролем врачей, там есть ежедневные замеры температуры и т.д. и т.п. Поэтому пока команда тренируется. Что будет дальше? Дело в том, что находиться в таком тренировочном режиме без игр достаточно долго тяжело. Ну, исходим из того, что есть. Тренируемся на сегодняшний день. Дело в том, что ситуация развивается так непредсказуемо, к сожалению, что что-то планировать, прогнозировать невероятно сложно. Ни к чему-то. К слову о замере температуры, вот такие приборы используются нашим штабом врачебным для замера температуры у каждого игрока и вообще входящего в зал. Я вот все время во время нашего эфира думал, что это у вас, Евгений, лежит на столе. Я думаю, что это мини-фен. У вас всегда красивая прическа, поэтому это мини-фен, да? Что с Клайберном? Вот последний вопрос, например, Гену задает. Что с Клайберном? Он только что, я видел его на тренировке, он уже неплохо себя чувствует, ходит нормально, все, слава богу, даже делает нелегкие беговые вроде бы упражнения, насколько я знаю. Вы очень наблюдательный, Евгений, и, в принципе, могу сказать, что жаль, что вы не заметили, что Клайберн уже не первый месяц ходит нормально. Он активно восстанавливается, занимается каждый день на базе клуба, что очень важно, сохраняет, как всегда, да, позитивный настрой. И все идет хорошо, все идет по плану, но при этом давайте не забывать, что травма очень серьезная. Была операция, которая состоялась, если не ошибаюсь, 10 ноября, 8-го, 10-го, сейчас точно не помню. И обычный срок восстановления после пластики, крестообразной связки коленного сустава, это не меньше 8 месяцев. Есть ли финансовые потери у клуба, как, например, из-за того, что просто не происходит матч, не приходят болельщики и нет продажи? Роман задал такой очень всеобъемлющий и широкий вопрос, в принципе. Он сказал не в цифрах, а так, видимо, в общем, есть ли такое? Это просто уместенно можно задавать его Трампу, Путину, Ватотину. Это не к тому, что я ставлю себя в один ряд, поймите меня правильно. Это будет нарезано и запущено просто в рифм. На самом деле все прекрасно понимают, что сейчас мировая экономика несет невероятные потери. Можно всерьез, долго, бесконечно говорить о рецессии и прочее, прочее. Когда валятся рынки, когда падает цена на нефть, когда падает рубль, понятно, что все проигрывают. Все теряют деньги, применительно к баскетбольному клубу мы не продаем билеты, зритель не приходит на матч, не покупает атрибутики. Это те проблемы, которые сейчас свойственны для всех спортивных команд, не только баскетбольных, по всему миру, да, есть приостановка сезона. По ходу сезона было продление контрактов с Джоэлем Баламбоем, например. И это уже, он прямо вот, не дожидаясь его окончания, продлен. Это с чем связано? С тем, что мы уверенно себя чувствуем и знаем, кем мы хотим играть в следующем году. И Даня Хакет точно так же продлен по ходу сезона. Я хотел бы сразу сказать, что зачастую болельщики не всегда понимают, что при всей нашей максимальной открытости, я имею в виду в целом работу баскетбольного клуба, а открытости сайта мы всегда даем максимум информации, подписание того или иного контракта, либо его расторжение, это не имеет значения, отнюдь не является синонимом того, чтобы это быть немедленно опубликовано. Бывали в практике ситуации, когда контракт подписывался, а по каким-то причинам мы объявляли об этом гораздо позже. Поэтому сайт ЦСКА в плане новостей о контрактах, это совсем не новостной портал. Есть определенные интересы клуба, есть определенные интересы контрагентов и т.д. и т.п. Мы действительно продлили, и не надо думать о том, что у болельщиков есть такое, как мне кажется, заблуждение, что в ЦСКА весь год, весь сезон сидят, просто смотрят баскетбол. А в июне начинают? А в июне вот они встречаются, думают, надо нам кого-то подписать. Да кто? Кто? Какие есть фамилии? Давайте посмотрим. Сели и подписали. Это совсем не так. Майк сейчас на самоизоляции. Мы ждем результатов тестов Краснодара. Сегодня и каждые дни после этого, как стало известно, что это произошло, врачи контролируют здоровье майка или температуру. Это ДТП, как говорится, нет причин для того, чтобы подозревать. Но, тем не менее, он на самоизоляции, ждем результатов. Сегодня он не тренируется с командой. Давно ли Андрей Владимирович Патухин был в метро? Дни пять назад. Да. Это случается достаточно часто, и я не вижу в этом... Скажу вам больше дней пять назад я был в электричке. Серьезно? Да, серьезно. Я не вижу в этом никакого криминала. Я стараюсь быть абсолютно земным нормальным человеком, и там проехаться на метро, или там проехаться на электричке, или на общественном транспорте не является для меня... Да, другой у меня вопрос. Узнают ли? Я не буду. Не самый... Ну, игрок — это прям звезда-звезда, а президент клуба вроде известный человек, но с другой стороны, наверное, может быть, как, как это сказать, серый кардинал, может быть, там, теневой... Ну, все время так немножко в стороне, да? Ну, я, если спускаюсь в метро, то не в поисках славы. Нет. В таком блестящем пиджаке. Да-да-да. Я использую метро, если надо вот быстро доехать. Что будет в конце сезона? Я лишь могу пожелать, чтобы все были здоровы в конце сезона. А состоится ли эта встреча с болельщиками или нет? Ну, это такой второй вопрос. Очень бы хоть... У нас у самих, поверьте, самые позитивные эмоции от тех мероприятий, которые проходят с болельщиками и в начале сезона, и особенно в конце, там, когда на позитивных эмоциях выиграли Евролигу. Здесь вот летнее, когда игроки готовили. Ну, в общем, много-много-много. Хоть это важная часть нашей работы и, ну, даже жизни скорее. Но сейчас чего-то обещать я не хочу. Здоровья, вот, просто желаю всем здоровья и возможности через какое-то время всем нам увидеться, чтобы это было как можно больше массовых эмоций. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся обязательно, я надеюсь, совсем-совсем скоро. У нас, видите, как есть четкая линия середины площадки, social distancing, как всем рекомендуют. Да, ну, вот Норильский никель, он на обоих половинах площадки представлен. Так что, дорогие друзья, еще будем делать интервью и много в этом сезоне, уверяю вас. Спасибо за внимание. Увидимся совсем-совсем скоро. Счастливо. Спасибо за внимание.